9 тысяч долларов в месяц, ну блин, неплохие деньги-то предлагали мне по идее, да? Ну вот я и свалил, собственно. Это глобальнейший лохотрон просто, который работает сейчас по всему миру. Они самонанимаются, сами себе платят зарплату, сами генерят прибыль по кайфу. Реальный препод. Доброго времени суток, друзья, с вами снова ваш реал препод Даолет Арманович. И сегодня мы поговорим об аферистах. Тема сегодняшняя называется «Легкие деньги и жадность». А конкретно мы сегодня с вами поговорим про QNET, про iTrade и вообще узнаем, каковы отличительные черты всяческих лохотронов. Я считаю, что эта тема недостойна большого количества выпусков. И, соответственно, здесь мы просто разберем основные их отличительные черты, чтобы, в принципе, вы могли по этим данным ориентироваться и понимать, где афера, а где не афера. А прежде чем мы начнем, я прошу вас поставить лайкос и подписаться на мой канал, включить колокольчик. Ну, а мы начинаем. Я не так давно рассказывал про компанию, которая мне платила по 100 долларов в час, готова была мне платить по 100 долларов в час за лекции на тему финансовой грамотности и инвестиций. Эта компания базировалась в Нурлтау, называлась она iTrade. Я тогда от этого отказался. Об этом, кстати, вы можете посмотреть на подкасте у Каны Бесикеева, если вы вдруг не смотрели, там целый час. И мы с Каной общаемся о бабках, о наркотиках, об инвестициях и всем прочем. Если интересно, можете посмотреть. Я, в принципе, добавлю в описание ссылку. Вот, в общем, эта контора была готова мне платить по 100 долларов в час. Я вполне себе легко там мог работать по 3 часа в день. 3 часа в день? Да похер, за такие бабки можно работать без выходных. И получается 9 тысяч долларов в месяц. Ну, блин, неплохие деньги-то предлагали мне, по идее, да? Я в подкасте у Каны рассказал о том, что я пошел к своему бате, спросил у него совет, говорю, слушай, что делать, какие-то деньги предлагают. Он сказал, да нет, нахер, говорит, потом на тебя повесят еще все, так что в баню. В чем особенность этой компании? Кстати, она уже закрылась, iTrade уже закрылся. Уже примерно год, как они не работают. И на данный момент претензии у людей по отношению к этой компании и к ее директору, претензии на 2,5 миллиона, то ли евро, то ли долларов. Не могу точно сказать. Но 2,5 ляма баксов, по факту они просрали где-то 5, 5 миллионов долларов просрали. И директор этой компании сейчас под следствием, не буду называть ее имя, ну, скорее всего, она сядет в тюрьму. Ну, я не знаю, сколько ей дало, ну, больше трех точно, я так полагаю, потому что много людей она обманула. Что эта компания обещала? Они обещали вплоть до 100% годовых за счет мифических роботов, генерирующих мифическую прибыль, которая на самом деле появлялась из склада новых инвесторов, которых должны были привлекать инвесторы, которые уже в деле. То есть, друзья, это классическая пирамида, которая была завернута в упаковку инвестиционного какого-то там инструмента, который генерирует какие-то колоссальные деньги. Здесь все, на самом деле, очень даже на поверхности. Я помню, как я общался с директрисой этой фирмы, и она говорит, ну, вот, даулет, будем тебе башлять, вот столько-то денег, и будешь вещать, будешь рассказывать им про роботов. Я говорю, слушайте, а как я могу об этом рассказывать, если я, во-первых, это не пробовал, во-вторых, я понимаю, что это развод на деньги, в-третьих, потому что, ну, как бы, пенсионеры приходят, как бы, люди порой глупые, финансово неграмотные, и, как бы, как бы, хотите, чтобы я им это все рассказывал. На что я получил следующий ответ? Ну, даулет, все мы взрослые люди, и, как бы, не знание чего-то, это уже не наша проблема. Я такой думаю, ну, п***ец, что-то как-то мне от этого было не по себе немного. Ну, вот я и свалил, собственно. Как я уже сказал, обещали они по 100% в месяц, и давайте для наглядности попробуем посчитать, что произошло бы с вашими деньгами. Допустим, если бы у вас было 10 тысяч долларов, и вы имели бы возможность на 10 тысяч долларов получать доход в размере 50% годовых, в, ну, сложных процентов. То есть у вас 10 тысяч долларов сегодня, плюс 50% это 15 тысяч долларов, это вот во второй месяц. В третий месяц у вас уже начисление процента идет не на первоначальный, первоначальный капитал, который 10 тысяч, а на общий капитал плюс доход, то есть на 15 тысяч. Плюс 50% к 15 тысячам. И так из месяца в месяц, так работают сложные проценты. Если бы в течение двух лет на постоянной основе вы могли бы генерировать по 50% прибыльности в месяц, через два года у вас было бы 168 миллионов 341 тысяча 122 доллара, друзья. Колоссальные деньги. И будь у меня доступ к таким инструментам, и если бы у меня, допустим, не оказалось 10 тысяч долларов, да я бы семью свою в залог дал, только взял бы эти деньги. Ну, по идее, как бы, ну, за два года 168 миллионов баксов, ну вы серьезно? Типа, ну, блин, достаточно же было просто посчитать, и как бы было бы понятно, что это просто... Все, в принципе, по итогу закономерно разрешилось. Люди лишились своих денег. Компания закрылась. Директор скоро сядет в тюрьму. Надолго. Ну, а мы переходим, наверное, к следующему все-таки. К следующему лохотрону, который называется QNET. QNET это уже гораздо более крупная рыба. Это глобальнейший лохотрон просто, который работает сейчас по всему миру. Они настолько круты, что они даже спонсируют Манчестер Юнайтед и команда из Формулы-1. Я думаю, это весомо. Кто-нибудь из вас когда-нибудь спонсировал Манчестер? Я вот не знаю таких людей. А вот они, они спонсировали. В чем, судя этой компании, она получается, они продают всякие товары. Херню всякую в основном продают. Допустим, фильтр для воды у них можно купить за 1000 долларов. Так как по рынку, допустим, в Алмате он стоит что-то порядка 50, может, 70 долларов. А вот у них косарь баксов стоит. И, соответственно, чтобы продавать продукты по сильно завышенным ценам, они включают свою бизнес-модель MLM. Мульти-левел маркетинг. Это очень прикольная бизнесовая схема, по которой, по сути, вам даже особо и не нужно продажников нанимать. Они самонанимаются, сами себе платят зарплату, сами генерят прибыль. И прям вот по кайфу, по кайфу. Если бы у меня были, блин, менеджеры по продажам, которые продавали мои вот эти вот классные книги. Точнее, если бы их по MLM распространять, я думаю, они бы стоили, блин, тысяч по 50. Ну, по 50 им бы вам впаривали. Но, как бы, к сожалению, это не так, поэтому она стоит всего 5 тысяч тенге. В бумажном переплете ей всего 400 с чем-то рублей с 50% скидкой по ссылке внизу. Можно там тоже ее купить. Это я так, к слову. Что необходимо сделать для того, чтобы принять участие в этой MLM-схеме от QNET? Первое, что вам придется сделать, это отправить 700-800 тысяч тенге или порядка 2000 долларов в Малайзию. В Малайзию нужно будет деньги отправить. И за это, как мне сказал юрист, который разбирался с одним делом, связанным с QNET, вы получите пластиковую карту. Пластиковая карта, которая вам доступ дает к чему-то там, чтобы дальше банчить вот эту херню. И эта карта, помимо прочего, наделит вас горячим пуканом и вынудит впаривать эти дерьмовые продукты вашим друзьям и родственникам, пока от вас не откажутся и не заблокируют все, обозвав нехорошими словами. И при этом вам придется найти двух таких же бедолаг, которые вместе с вами окажутся вот в этой вот яме и при этом вы заработаете 200 баксов. То есть вы сами выложите две штуки, плюс ваши знакомые выложат по две штуки, вы заработаете с этого 200 баксов. Ну, хреный бизнес-план, что? По-моему, да? Странно, что так много людей жалуются на эту компанию. Все же классно. Но, друзья, если без шуток, то самое ужасное и неэтичное в этом деле, как мне кажется, ведение людей в заблуждение. Менеджеры QNET заманивают простой люд, обещаем золотые горы, обещаем то, что они будут чилить на пляже, ни хрена не делать, при этом всего лишь нужно заплатить две штуки баксов, а потом деньги польются рекой. Говорит, у нас, блядь, такая охуевая компания, что-то там вещает по телефону. Как говорил один мой знакомый, быстро и легко можно получить только пи***ли, для всего остального придется набраться терпения. У них даже университет свой есть. Я смотрел... Да, я смотрел, короче, обзор на QNET, самый популярный обзор, это у ютубной. Она, типа, ютуб-разоплачитель. И она там рассказывает, они вещают, что их университет, типа, номер один где-то в рейтингах, в городе, который они сами построили, в этот город можно... В этот город можно попасть на самолете, который принадлежит компании. Гороче, она стебется, говорит, походу, это номер один университет этого города по рейтингу этой компании. Если вы оказались в такой ситуации, что кто-то вас втянул в этот чертов QNET, вытянул из вас две штуки баксов, и что еще хуже, вы взяли эти бабки в кредит, я считаю, что это вполне себе веское основание для того, чтобы пойти в полицию и написать заявление. В первую очередь на QNET, во вторую очередь на человека, который вас туда затащил. Потому что он наверняка понимал, в какую жопу он вас тащит. И потащил он вас туда, потому что он сам оказался в этой жопе. Соответственно, во-первых, нахер вам такой друг не нужен? Или знакомый, или родственник? Ну, а во-вторых, он знал. Он однозначно знал, что это такая полумошенническая схема. А в этом деле понимание того, что ты заведомо какую-то нехорошую вещь делаешь, это уже является основанием для того, чтобы человека осудить за мошенничество, преднамеренное мошенничество. Соответственно, если кто-то, как вам кажется, не знает об этом, скиньте ему это видео, пускай он узнает и прекратит этим заниматься. Если он еще не начал еще глубже взрывать себя в эту вот яму. С QNET закончили? Теперь основные отличительные черты всяких пирамид, афер и вот этого говна, в общем, всего. Первая отличительная черта не... Ну, как бы мошеннических схем, мошеннический схем заключается в несправедливом обмене. Как это выглядит? Допустим, вот эта книга, как я уже говорил, стоит 5000 тенге, если она вот такая. Или 400 рублей, если она в электронном виде. Но если я начну эту книгу продавать за, допустим, 1000 долларов, ну, б***ь, это будет откровенная на***ка. При всем при этом заставлю вас продавать по этой же цене, чтобы заработать с нее, а сам буду вам предлагать эти книжки, допустим, по 100 баксов. Вот купи за косарь баксов, потом возьми еще десятку, я тебе по 100 их отдам, по 100 долларов, а ты банчи их по 1000. Это неравносильный, несправедливый обмен. По сути, это воровство. Допустим, те же Amway, Mary Kay, Ariflame, NL. Даже там есть какой-то продукт. Да, он совершенно некачественный. Да, он в основном абсолютно бесполезный. Но тем не менее, хоть какой-то продукт там есть. В абсолютно аферистических компаниях вообще даже продукта нет. Я думаю, может, вы помните недавно в позу... Не, ну ладно, не в позу, потому что я, короче, лет 5 назад как-то попал на конференцию, типа презентацию UDS-гейма. Тоже говнище еще то. И что меня больше всего смутило, так это то, что там реферальная система, по ней типа человек, который вас привел, получает вплоть до 90% от тех денег, которые вы дали. То есть, понимаете, вы купили какую-то херню там за косарь баксов, привели друга, чтобы он даже говно купил за косарь баксов, при этом 900 долларов получаете вы, только 100 получают там те, кто выше вас по иерархии и компания сама. Ну, то есть, ну, несерьезно это. Это второй явный признак лохотрона, когда слишком высокие бонусы по реферальной системе. Реферальная система, на самом деле, это совершенно неплохо. Она есть и у Амазона, и у Алиэкспресса есть, и у Убера есть, и много чего еще. Но там бонус редко доходит и до 5%. Очень редко. Обычно там 1-2%. Когда же вам дают бонус 50%, как бы, ну, здесь что-то не то. Третья отличительная черта. Через MLM, как правило, продвигаются только дерьмовые продукты. Хорошие продаются иначе. Как ни странно, ни Rolls-Royce, ни Rolex, ни даже iPhone не продаются по MLM. Ну, это исчерпывающий аргумент, как мне кажется, даже добавить нечего. И последний момент. Если все слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, есть обман. Мягко стелят, жестко спать. Как правило, в MLM и в различные аферистичные схемы попадают люди радикально жадные. Ну, и эта жадность, соответственно, приводит их туда, куда приводит. Поэтому, если нет ничего плохого в том, чтобы быть жадным в какой-то степени, но, опять-таки, радикализироваться в этом плане не нужно. Везде должна быть мера. И если, допустим, вам кто-то что-то предлагает и преподносит это таким образом, что вы пытаетесь нахипать систему, ну, так это не работает. Если жадность затмила разум и вам впаривают, что вы заработаете много денег, просто так, не делая ничего, это явный признак, что тут есть перекос. И кого-то обязательно обманут. И если вы думаете, что обманут не вас, вам точно пиздец. Вы либо сядете в тюрьму, либо получите условку, либо вас просто грохнут. В лучшем случае с вами перестанут общаться нормальные люди и вам придется все время общаться с теми, кто одной ногой уже либо в могиле, либо в тюрьме. Так, друзья, и, наверное, самая последняя отличительная черта всякого лохотрона заключается в том, что серьезные компании никогда никому не звонят в холодную. Что такое холодный обзвон? Это когда вам неожиданно какая-то компания звонит и что-то там навязывает. В правильные хорошие организации люди приходят сами. Никогда в жизни BlackRock, у которого в управлении капитал размером 7 триллионов долларов, никогда в жизни никому не позвонят. То же самое Vanguard, то же самое куча всего. Как вы знаете, Freedom, кстати, звонит. Мне, допустим, звонит. Не знаю, как вам, а мне звонит. В общем, нормальные организации никому никогда не звонят и не впаривают свое говно. У нормальных организаций и так все покупают, им и так доверяют деньги, туда и так люди вкладываются, потому что есть другие механизмы, которые привлекают в них клиентов. А вот это вот все это для лохов и для лохобов, поэтому даже не пробуйте. Так, ну, в принципе, в принципе, все. На этом все. На этом все, выпуск закончен.